Напрашивается, какая аналогия. Я говорил о том, что у нас есть постановление 170-го гостроя, которое регламентирует предельные сроки устранения тех или иных неисправностей, периодичность осмотров весенних, осенних, подготовку к отопительному сезону и так далее. Есть 491-е постановление правительства, которое тоже регламентирует, что такое общее имущество, что относится к его составу. И там есть очень важный раздел, который касается порядка перерасчета в случае оказания ненадлежащего качества услуг. То есть, допустим, был перерыв поставки горячей воды, как надо перерасчитывать и так далее. 394-е постановление, которое нам говорит о том, как идет ресурсоснабжение, как рассчитывается по каким формулам, в каких случаях и так далее. То есть мы с вами видим, что есть разрозненные некие такие правовые акты. Ну да, специалист в сфере именно коммунальных услуг, он знает их, ими руководствуется, ему это понятно, потребителю зачастую непонятно. Здесь напрашивается, какая аналогия. То есть у нас лет 8-10 назад пошло внедрение такой штуки, как административные регламенты. Казалось бы, что это такое? То есть это просто-напросто, ну, допустим, предоставление услуги по перепланировке жилого помещения. Все знали, что есть жилищный кодекс, где там какие-то понятия заложены, есть какие-то местные нормативные акты постановления администрации города Барнаула, например, там решение Барнаульской городской думы, чего-то там еще. И некая такая солянка, которая тоже профи в своем деле, который этим постоянно занимается изо дня в день, он понимает. Но если говорить об обычном человеке, он не понимал, куда нужно идти с этим всем. И одновременно вот шло как раз, вот устройство и внедрение МФЦ, сеть разрасталась, прописывались регламенты. Эти регламенты заводились именно вот в МФЦ в доступной форме, вот до единого окна это все доводилось. И административный регламент просто, ну по большому счету, прописывал все то, что есть вот в тех нормативных актах, которых я вам сказал, в доступной форме, ну такой может быть несколько канцелярской, да. Но между тем, как бы последовательно, четко. И это привело к тому, что, допустим, администрации разных районов могли подходить к оказанию какого-то рода услуги по-разному зачастую. То есть каждый закон читает по-разному, применить может по-разному. Человек, обратившись в индустриальном районе и в железнодорожном районе, сталкивался с тем, что, ну как бы, разные, допустим, перечень документов могут потребовать и так далее. Когда внедрились вот эти административные регламенты, прозрачность повысилась, стандарт стал единым, возможность оказания стала больше. То есть у потребителя, в любом случае у человека есть выбор прийти в МФЦ за этой услугой, прийти напрямую в администрацию района условно, в администрацию города за той или иной услугой. И понимание, чего требовать, чего собрать, чего принести, где заплатить пошлину, в каком размере. Понимание того, что себя не потребует ничего лишнего, ни в части документов, ни в части денег. То есть это и антикоррупционная составляющая у нас. Здесь примерно то же самое, я так полагаю. То есть законодатель к чему стремится. Мы понимаем, что эти предельные сроки, они зачастую и так у нас прописаны. Есть ГОСТы, есть СНИПы, помимо тех постановлений, которые я процитировал. Но если это все свести воедино, в виде некоего такого стандарта, то есть у нас тоже же, допустим, даже не то, что от региона к региону можно сравнивать, и разные подходы можно найти на уровне инспекции, на уровне прокуратур. То есть мы все равно тоже смотрим, как практика применения идет, то есть по тем или иным спорным ситуациям. Ищем какую-то практику, чтобы выстроить позицию в суде, зачастую по делам в сфере жилищно-коммунальных хозяйств, смотрим, как применяется, условно, в Московской области, в Москве, в Питере, за Уралом, здесь, соответственно, у нас, в Сибирском регионе, в Новосибирске и так далее. И зачастую подходы-то разнятся. Понимаете, в чем дело? Ну, вроде нормы, правы-то одни. А начинаем на уровне практики применения смотреть, и уже подход может, как говорится, варьироваться в той или иной степени. Вот эта стандартизация, я думаю, она позволит уйти от этого, ну, насколько это возможно, вот в рамках нашей такой большой страны и разных там территорий, разных климатических зон и всего остального. То есть, как бы, я думаю, что это все равно будет учтено, и прозрачность, и доступность, она повысится.